В основном свои обращения жители страны оставляли по телефону. Операторы принимали около 4000 звонков в минуту. Приходили также СМС и ММС-вопросы. У Путина спрашивали о санкциях, ситуации на Украине, курсе рубля, повышении пенсии и заработных плат. Интересовались повышением цен на продукты. Президент рассказал, что правительство намерено всячески оказывать поддержку незащищенным слоям населения. Прозвучал в прямом эфире вопрос из Краснодарского края. Жительница станицы Воронежской Усть-Лобинского района обратилась к Путину с жалобой на то, что в местной аптеке не смогла получить необходимых льготных лекарств для своего ребенка. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мой ребенок болен острым лимфобластным лейкозом. Для лечения необходимы лекарственные средства, которые нам выписывают врачи. Пять наименований. С января месяца в аптеке не выдаются эти лекарства, ссылаясь на то, что их нет в наличии. Мы находимся в федеральном списке на бесплатные лекарства. Когда мы лежим в больнице, нам лекарства предоставляют. Этот вопрос под свой личный контроль взял губернатор Кубани Александр Ткачев. Он поручил Краевому министерству здравоохранения провести тщательную проверку и немедленно разобраться в причинах ситуации. Глава региона потребовал в кратчайшие сроки сделать все, чтобы семья получила положенные по закону лекарства. Результаты проверки комиссия должна предоставить Ткачеву до конца дня.